Приветствую! В эфире Вымпел, и мы уже ровно год, а вместе с этим 30 выпусков рассказываем о самом интересном, важном и актуальном из мира новостей кино, сериалов, комиксов, видеоигр, настолок и прочих радостей гиковской жизни. Ну что же, смотри сегодня в выпуске! Паучий король возвращается! Позорный маркетинг восстания звероботов, возвращение в прошлые выпуски и настольная игра с мемным названием. В полстоявшейся традиции мы начинаем выпуск с новостей. Сегодня их не очень много, потому что самые интересные видеоигровые выставки как раз таки планируют начаться. Сегодня новости веселые под стать юбилейному выпуску. Начинаем с самого сладкого и дорогого гиковскому сердцу ведущего. Марвел выкатили тизер, который должен порадовать фанатов дружелюбного соседа, которые уже, скорее всего, мертвы внутри из основной серии The Amazing Spider-Man под авторством Зеба Уэллса. В миг, когда Питер откровенно жалок, Бен Рейли забыт и спрятан в долгий ящик. Буквально. Каин, Моралис и Гвент прохлаждаются на перевере событий, возвращается он, совершенный Человек-паук. На данный момент известно, что грядущий том не флэшбэк. События будут разворачиваться в настоящем. К супериору вернется его легендарный красно-черный костюм. Автор оригинальной идеи Дэн Слотт обещает выдать нечто отличающееся от шикарного оригинального тома, а вернуться к истории автор попросила лично Марвел, попросив его написать сюжет, который при этом будет иметь значение для общих событий. И вдобавок все, что происходит сейчас, в Spider-Man сыграет свою роль. Это не может не радовать. У маэстро Слота есть буквально уникальный шанс воплотить жизнь поговорку «конец делу венец», исправив красивой кульминацией непрекращающийся позор нового тома. Напомним, что совершенный Человек-паук появился, когда основную серию Паучка писал как раз-таки Дэн Слотт. В этот период тело Питера Паркера захватило сознание Отто Октавилса. Доктор Осьминог в теле Человека-паука стал совершенно иным героем, который действует жестко, хлестко, безнабившей оскомину удачи Паркера. Также вся серия о нем была выпущена на русском языке. Жребий вновь будет брошен этой осенью. Стартовала рекламная кампания сериала «Асока». Лукас Финн сообщила, что сериал с Розарио Долсом в главной роли стартует в стриминговом сервисе Disney Plus в конце августа. Дебют 23-го числа. В сериале «Позрослевшая шпилька» будет противостоять генералу, точнее, гранд-адмиралу Трауну, которого сыграл неподражаемый Ларс Миккельсон. Хочется привлечь особое внимание к забавному монтажу. Ролик смонтирован так, будто Асока джедайского дроида зарезала после предложения вновь возродить Орден Джедаев. Ну, очень надеемся, что монтаж самого сериала будет не таким смешным. А операторская работа не такой трясущейся, какой она была в обе бане Кеноби. А вот Paramount Pictures умудрилась подложить свинью поклонникам франшизы трансформеров за день до релиза. Пример буквально-таки эталонный. На официальном канале появился ролик с упоминанием актеров озвучки. Казалось бы, классическая практика. Конкретно это можно узнать, что горилла подобного Праймала озвучил Рон Перлман, Оптимуса Прайма, бессменный Питер Каллен, на огонек заглянул даже Питер Динклейдж. Его голосом говорит, скорее всего, мертвы внутри и уродливые снаружи, «Скурдш». О чем мы узнали задолго до премьеры «Спасибо». Одна из фанатских интриг была, кто же скрывается под маской Терроркона. Ответ? Уродливое нечто. Обидно. А еще обиднее, что мы, а теперь еще и вы, узнали об этом совершенно незадолго до премьеры. В мире релиз состоится уже сегодня. Ну, то есть на момент выхода уже вчера. Ну, а все жители России смогут увидеть кино уже через неделю. И напоследок. В сети появился трейлер дополнения «Dimension Shellshock» для битэмапа «Tangie Mutant Ninja Turtles» «Shredder Revenge». О ней мы говорили в самом начале запуска нашей программы. Релиз состоится до конца года. Поклонников ждут новый режим, облики для персонажей и усаги Йодзимбо в качестве игрового героя. Любопытно, что ранее разработчики говорили, планируют продавать к стены персонажам? Нет. Поскольку с выбранным стилем и объемом анимаций проще сделать нового героя. Ну, о чем можно было услышать уже в столь далеком выпуске «Вымпела» под номером 2. Вообще, приятно видеть, что они сдержали свое слово. DLC выйдет новый полноценный герой. Локации. А скины? Так, приятные, щекочущие, ностальгические нервы. Бонус. На контрасте с потрясающим, ярким, теплым летом мы переходим к эстетике мрачных подземелий, чернухе, кровище, словом к «Диабло 4». Итак, совсем недавно состоялся релиз «Диабло 4» игры, на которую фанаты возлагали большие надежды. Это игра, которая фактически сплотила коллектив Blizzard, который сам уже постепенно распадается, разочаровывает. Сама третья «Диабло» стала весьма спорной игрой. И по выбранной стилистике, и по манере игру, да и 10 лет к ряду. И по ужасной части «Иммортал», который, да, для мобилок, да, игра вполне себе неплохо выглядящая, но требующая с вас все деньги, которые у вас только есть и когда-либо будут. И вот выходит четвертая часть. Мрачная, жестокая, без всяких ярких эффектов, с возвращением к тем самым истокам. Хорошо ли или это плохо? Ну, отталкиваясь от впечатлений, от пройденного сюжета можно сказать несколько вещей. Во-первых, я не понимаю, почему во всех франшизах люди имеют свойство забывать привычных персонажей. Что в «Варкрафт» каждое дополнение крутится вокруг 3-4 классических героев, в то время как остальные, казалось бы, важные где-то на периферии. Ну, с киновселенными понять можно, у Марвел нет денег, ну или нет желания впихнуть в 2 часа всех актеров, которых они насобирали за 20 лет. Но! Объясните мне, почему что в «Варкрафте» Кадгар пропускает абсолютно все эпические события, которые, казалось бы, являются его прямой специализацией? Что в «Четвертой дябле», которая происходит незадолго после третьей части, «Тираэль», все ключевые персонажи Нефалемы, как будто все вымерли, как будто это совершенно другой Тристрам, как будто это какая-то альтернативная реальность, хотя об этом в регионе абсолютно не говорится. Все те же камни душ, все те же попытки рассовать всех великих демонов по разноцветным кристалликам, в этот раз в роли главного босса Лилит. В качестве ключевого антагониста персонаж очень запоминающийся. Эдакий колоритный соавтор рода человеческого. Вместе с архангелом демоница сотворила род сверхлюдей, которые живут в этом самом Тристраме. И надо отдать должное, как антагонист запоминается, эпичный прислужник. Конечно, всегда есть вот эта вечная, уже однобившая оскомину речь про то, что я хотела сделать вас сильнее сделать, я хотела позаботиться. То есть мотивация есть, проговаривается она каким-то уже в конец надоевшими какими-то репликами, но тем не менее персонаж защитен. Всяко интереснее, чем какие-то бессмысленные догонялки в третьей части. По поводу визуальной составляющей хочется сделать акцент на потрясающей операторской работе. Кат-сцен немного, но сделаны они с таким невероятным вкусом, что вот та грань между синематиками Blizzard и какими-то кат-сценами на игровом движке, она постепенно стирается. На фоне смехотворных для 23-го года кат-сцен в World of Warcraft, это прям вот, ну если не пушка, то очень близко к пушке, а скорее прям супермеч. Потому что игра с тенями, игра с фокусом, с ракурсом, с красивыми переходами, вместо того, чтобы менять какой-то план, чтобы персонаж появился, допустим, падают лепестки роз, и за падающим близко к экрану лепестком появляется эта самая злодейка. Необычные какие-то переходы, очень детализированные текстуры плоти, кожи, крови, всего чего только можно. То есть с этой стороны сплошная уважуха. По поводу экшн-составляющей, ну откровенно говоря, 10 лет игры в третью Диаблу, они как-то очень плотно ассоциировались с разноцветным безумием, поэтому возвращаться к классике жести чернухи и малому количеству света не очень просто. Все так же некромант любимый класс, все так же играть довольно весело, но из-за того, что уровень персонажей эскалируется, кайфа от того, что ты нашел легендарку, уже нет. Потому что тебе что без легендарки надо было бить персонажа противника два раза, что с легендаркой надо бить персонажа два раза. То есть этот эффект от получения новой пушки, он, например, в третий Borderlands куда лучше соблюден, когда у тебя есть пушка, которая стреляет зеленой кислотой, пушка, которая стреляет льдом, нифига себе, пушка, которая стреляет пушкой, вот это весело. Нет, тут такого пока нет, и, к сожалению, даже в том же Dead Island 2, который, казалось бы, совершенно не эталон, да, там тоже кровища, куча мертвых, их тоже надо бить разноцветным оружием, там это было как-то куда веселее обставлено с точки зрения эпичных штучек. Здесь пока нет, но заявлено несколько DLC. Игра в кои-то веки хорошо работает, потому что для сетевого релиза Blizzard, который не сломался, это прям достижение, хочется порадоваться прогрессу, видимо, они себе наняли нормальных сетевых администраторов. Хочется надеяться, что продолжение у игры, в том числе сюжетное, как DLC, новая часть будут такие же качественные, запоминающиеся, вернут персонажей из прошлого, и у всех нас, ну, особенно у поклонников подобных игр, будет чем заняться этим летом, выбивая себе награды для нового сезона. На этом путешествие в темные-темные подземелья Тресторам у нас заканчивается, мы переходим к чему-то светлому, прекрасному и соответствующему нашему замечательному лету. Историю об одной прекрасной настолке, за которой можно весело провести время летом, я хочу начать с одной недавней, но довольно смешной шутки. Итак, нок-нок! Who's there? It's Monika! Monika who? Santa Monica! Итак, коробочка довольно увесистая ощущение, что за прохождением этой самой Santa Monica можно провести не один, не два, а целых три летних месяца. Итак, здоровые правила, большой игре, большой рулбук. Так, понятно, что картон может придать объема настолке, но чтобы настолке настолько, это, как по мне, уже перебор. Но, впрочем, не будем расстраиваться из-за того, что в огромной коробке так мало компонентов, главное, чтобы с ними было весело играть. А играть тут будет с чем? Ну, во-первых, с чем нам придется играть по сути? Santa Monica — это замечательный городок, где-то на берегу, в штате Калифорния, который идеально может быть знаком всем видеогеймерам, которые, собственно, в видеоиграх посещали когда-нибудь Los Santos в городе, если вы когда-то играли в пятую GTA. Ваша задача очень сходна с тем, что можно было услышать в историях об Эверделе, в историях о каких-то цитаделях, неважно, говорим ли мы об оригинальной игре или мы говорим о версии Deluxe, ваша задача — построить свой собственный маленький пляжный городок с точками развлечений. У вас есть люди. Во-первых, они очень хорошо вырезаны, по ощущениям все гладкие, нет каких-то шероховатостей, как это могло быть с какой-то некачественной или дефектной версией. Сами по себе прорисованы довольно прикольно, минимализм, как мы любим. Здесь есть и классические формы шайб, причем шайбы неровные, но в этом и прелесть. То есть это не классические для того же восходящего солнца, нет. Здесь есть шикарный минималистичный автобус, который, ну, вы точно должны были видеть хоть в какой-то американской молодежной комедии. Здесь есть чайка. Ну, в общем, все, что может напоминать вам о радости, тепле, солнце. Ну, то есть в случае, если вам некуда ехать или везде, где вы уже хотели побывать, вы уже побывали, это отличный способ провести время в семье, потому что игра довольно простая для освоения, довольно мобильная для транспортировки, особенно если не возить коробку, а возить все это в каком-нибудь небольшом боксе. Очень простая, яркая, по принципу, я говорю, чистая верделл. Мне это напоминает даже старые версии колонизаторов, где клали специальные бумажки для подсчета очков. Это довольно прикольно, причем как раз-таки стопка, по-моему, уникальная, около 50, может быть, 70 страничек. Очень интересное сочетание дерева, картона, довольно толстых карт, которым, по ощущению, даже протекторы не нужны. Для нынешних игр это редкость. Да, я про тебя, древний ужас, ее сколько там, полторы тысячи карточек, говорю. Даже вспоминать больно, казалось бы, даже если мы разговариваем об игре на такую теплую, летнюю, светлую тематику. По принципу, вам надо выложить красивый пасьянс. Единственное, что, мое внимание очень сильно зацепили такие толстые карты, потому что, во-первых, они являют собой пример очень необычного дизайна, во-вторых, они запоминаются. У каждой игры есть какой-то компонент, на который ты цепляешь глаз. Здесь, ну, запоминающийся жетон и куча классных миплов, из которых можно изобразить, я не знаю, нашествие древних ящеров, там, на Пинкмана. Вполне себе неплохо. Если мы говорим об ощущениях, сейчас эту игру найти сложно. У официального дистрибьютера, у Хобби Геймса такого нема. Поэтому есть что-то сходное с нашей прошлой темой, казалось бы, Диабло про мрак, Санта-Моника про свет, радость и парк развлечений? Нет. И то, и то купить сложно Диабло технически, Санта-Монику физически, потому что, допустим, на сайте ее сейчас в продаже нет. Но, насколько я знаю, она была на игротеке у Майндгеймс. Ну, для нашего города, по крайней мере, это магазин довольно популярный. Поэтому, стоит ли приходить за ней, чтобы провести несколько часов в очень веселой, увлекательной партии на двоих? Ну, я считаю, да. Особенно, повторюсь, у вас есть летнее настроение, бутылочка газировки, можно сесть, закинуть ноги на тахту и кайфовать. Главное, не испортить на столку, не испачкать ничем игру, это святое. Хотя, казалось бы, что тут пачкать, компонентов-то немного, но это очередной пример того, что не в объеме коробки суть. Главное в том, чтобы было весело. И это летняя простая игра, я полагаю, в этом месяце, в следующем или в августе. Ну, а если вы особый ценитель, в сентябре, в начале учебного года, радость сможет принести. На этом у нас на сегодня все. Что ж, хочется пожелать. Наша программа уходит на небольшой летний перерыв, а вместе с этим пора отвлечься от кино, от сериалов и зарубиться с друзьями в хорошую настолку, погулять, дождать экзамены ОГЭ, ЕГЭ, зачеты, сессию и пуститься в прекрасный отдых. Не переживай, осенью мы обязательно вернемся с 31 выпуском «Вымпела». Классного лета и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»